Волейбольный клуб Урал 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 Вот, это первый эйс, для консистенции, он доносит на 7 очков, но есть все шансы на выход, вперед, и вот сразу ошибаются вверх, да. И второй эйс выполнил тайм-аут. Ну, сложно, наверное, было восстанавливаться, так сказать, после длительного отсутствия игровой именно практики, и тренировки, конечно, у ребят были. Рискует, риск оправданно, выбитая. Рыбаков, жигал он здорово в защите, и играл он на краю. Ну, отлично, вот это вот, ну, нужно момент. Он очень интересный, брак представляет, сейчас выбивает на краю для артиста, отлично, плавно, не подскользнулся, перен, давайте подстопим, да, вот он немножко отступил, правда, бренз много. Поро, по-другому. Ну, и здесь, надо подавать, ну, он с этим не справляется, к сожалению, рисковал, нет, попадает в сетки, первый сет, факел отдает гостям. В первом сете, за счет чего удалось переломить ход игры, все-таки было довольно-таки большое отставание, но сумели вернуться в игру, переломить, забрать первый сет, ну, а дальше все пошло уже в своем русле. Ну, да, я думаю, что первый сет, наверное, решил все, да, то есть, я думаю, что, мне кажется, факел немножко остановился, да, то есть, там, введя там 8-8-2, по-моему, да, в начале, то есть, ну, постепенно, постепенно, то есть, ребята настраивали, что важна своя общая игра, я имею в виду, агрессия на подачу, что, как бы, произошло по очку, по два, мы отвоевали, и к концу партии пришли, ну, достаточно неплохо, и концовку сыграли именно на эмоциях, может быть. Это называется имени Егора Феортистова, у которого 67% в атаке, 38% позитивного приема, ну, и в целом отыгрывал он стабильно. Когда плоско делается не вниз, а вдаль, то практически здесь вины никакой блокируют. Но, видим, отлично в приеме, сам же будет файл, классно в защите Волков, и Волков сброс в центр, опять берем там, не удержим в защите, и тут же ногой по страховому Феортисту, сам же будет атаковать, ну, надо спасать этот мяч, безусловно, и играть в защите. Посмотрим, кого выберет на краю Феортистова, Жуковский, Тальчик, Волки перестал с ним играть. Сейчас, наверное, конечно, добавлять эту игру, уже, конечно, на блок переиграл Урала Пакет в первом сете. Соркин быстро будет подавать, подача у него хорошая, Шоджи будет на прием, но берется, наконец, на блок, очень важно было его сейчас поймать, это умение хорошо бить Волики. Давайте еще раз посмотрим. Артистов уже неплохо приемли, выставили передачу в край, и вот еще раз, да, и вот они поднимались, ну, надо полизать от своих ошибок. Здесь еще плохо, Волков на приеме. Тройном блоке, Волков по пальцам, верим, стоит правильно, сам же будет атаковать, переносом приемли, что Роман Ляк подошел к команде, я просто говорил, покажу, что не меняет Дениса, но, хотя нет, я все равно силовая, уверен в себе, или поверен в слайд. Рыбаков, Шоджи, Таношкин, сейчас надо сыграть, но близкая передача, все очень близкие, потому подтверждение. Вторая макаретная вылетает. На тройном блоке, Шоджи, ну, можно было докладать, но не готов был. Будет атака, наверное, опять спать, быстро, да. На тройном блоке мы опять Рыбакова оставили на его сложной подаче, а подача у него полетела, и уже чувствовал, как говорят, кровь. Да, да, и начали, начали просто долгить, он пойдет сейчас, Аттиткину надо найти. Именно тех игроков, которые сейчас принесут два-три очка подряд и сменят эту ситуацию, так уж лично не попал. Настрахует здесь Богдан, Яковлев. Опять на блоке цепляют, а это будет атака Рыбакова за отмеление. Здесь тройный блок, здорово, здорово, ахекин в защите. Первый пенс, наверное, нет, просто стройный. Несложная подача для Аксистова, здорово брагили в пропуске своего нападающего, еще раз в блоке, но он, наконец-то, тоже ничего не дает. Еще раз смотрим, Стигорен перекрывал ходовое направление, уйдет в отморное, еще до 50-го и триллер. Как сегодня, точка, ком, и не так уволить, гору. Попадание в площадку, хорошее отклонение. Рыбаков не имеет попотеряно в 30-ти одно очко, но тем не менее, видите, кусачья команда, это следовало ожидать. И, конечно, акте сложное сейчас будет факело проявить. Пять ошибок было на подачу во втором сете, мы про это говорили неоднократно. Это были бы, это был коррект. Хорошая подача. Снова супер низк, может опять предпринять, опять шот же. Справляется, но выбивается, приемы атаки врат, обман, опять страхуется, Актистов сам еще раз получает передачу. И, наконец-то, отдача, первый темп, игрок из центральной зоны сетки сам принял. Мы зарискуем, Пакел рискует, не получается встать в этом году. Поэтому, наверное, все-таки ребятам нужно сыграть более чистое. Но ищет добавлять, Жуковский правильно делает, но чуть-чуть занесил передачу. Но, при этом, уже все одно классно Жуковского зависит, насколько он перестроит. И здесь пайп проходит от Жуковского. То есть, не безгрешен Урал сегодня. Давайте еще раз посмотрим. Сопернику, потому что умеют, ну, либо листы Пакелых, надо подавать хорошо. А, один валик в первеном, да. Но при этом сыграть именно так, надежно. Ну и Дикарев, молодец, да, перекрывает все фронты. Да, и то, что Факел упрощает, Урал усложняет, в защите откладывается Порошин. Близко к сетке передачи Феоктистов. Еще один шанс. И опять-таки Феоктистова, но здесь Жуковский открывает. Опять сам себя страхует, и еще третий раз исполняет. И третий раз, получается, у Егора. Да. Все-таки по всему будет силовая, силовая удается ему в этот раз. Очень важный очко, очень важный. Волков не забивает, Перин отлично, Феоктистов. Против Блока еще раз можно накрывать Волков. Неужели не достал? Еще раз Волков. Ну, сейчас что? Опять играем. Ну, сейчас тратокие матчи, да. Ну, все получается. Давайте еще раз посмотрим. Вроде все перекрыто, а он все равно находит в Лальдаке. Небывалый даже, я бы сказал. Ну, все получается. Хороший настрой. Рисковать, безусловно. И находит. И Элис находит. Сла позволяет его команде сняться с этой сложной подачи. Соперник рисковать. Буквы, франциск. Еще один рез. Риск. Шот же Жуковский сам себя страхует. И Жигалов. Бракин на месте. И Зверин. Бракин снова на месте. Рыбаков. До сложного мяча. И заступ. Рискует. Бракин спасает. Бракин в атаке. Бракин в атаке. Ну что? Снова. Бракин еще раз в атаке. Третий раз, наверное. Посмотрим. Давайте. Третий раз. Третий раз не забивает. Опять Болков. Болков сетка отлегчает. Ворошим будет сбрасывать стуматочный мяч. Вот он наконец-то. Четвертый атаке. 23-е очко для... Бракин справляется. Верим. Да. Мы еще не успели, не знаю, войти в какой-то игровой тонус. И, наверное, новогодние салаты немножко еще не успели перевариться, поэтому нам немного помешали. Ну, кроме шуток, действительно, игра сегодня абсолютно не удалась. Хотя начало первого сета складывалось очень удачно. Мы сегодня, в принципе, все три сета до счета 15 мы играли довольно-таки неплохо. Потом включался какой-то ступор, начиналось количество своих ошибок. И в итоге вылился такой полученный результат. Ну, я считаю, что в первую очередь выиграли за счет того, что допустили меньше ошибок. Плюс в концовке каждой партии, несмотря на наше отставание, мы все равно находили какие-то в себе силы некие. И просто, ну, если так выразиться на морально-волевых, постарались все это вытянуть. Ну, да, Музай у нас остался дома, так как получил небольшое повреждение. Готовясь к следующим матчам. Честно, настраивались на игру, но как бы верили свои силы, но маловероятно думали, что закончим матч в 3-0. Как бы думали, что будет, ну, всегда с факелом получаются упорные игры, всегда очень тяжелые. И то, что мы сегодня выиграли, это, конечно, везение, удача, можно так сказать. Но наша команда молодец, хорошо поработала. Спасибо. Ну, ужасно. Количество ошибок. Как будто начали очень хорошо, как просил тренер, как мы этого хотели, но расслабились. Я вообще, ну, не понимаю, серия ошибок на приеме один раз не забили, и потом как будто не верили, что мы можем набрать очки. Очень тяжело складывалось. Хоть бы догоняем, догоняем, а потом в одной расстановке можем отдать несколько очков подряд. Очень плохая игра. Меня и все команды надо попросить прощения у болельщиков, которые пришли, которые нас поддерживают. Мы действительно стараемся не расстраивать вас.